Проходит десятилетие и каждое новое поколение, вступающее в жизнь, заново осмысливает героические и трагические страницы минувшего, воздает должное великому подвигу народа. Во время праздника, посвященного Дням воинской славы в городе Рыбное, в социально-культурном центре участники встречи вспоминали героев подвиги и победы не только в Великой Отечественной войне, но и на Куликовом поле при Бородино и у мыса Синоп. То дело, которым мы занимаемся, я сейчас говорю о воспитании, о воспитании, о воспитании нашей молодежи, оно не останется незаличным, оно пронесет свой вклад в дальнейшее развитие не только в Великой Отечественной войне, но пронесет не только развитие в историческом порядке страны, но пронесет развитие и дальнейшее процветание нашей Рыбной. Много слов было сказано и о вкладе в воспитание подрастающего поколения патриотов, яркими представителями которых являются ребята из юнармии. В Рыбновском районе ведется огромная работа по военно-патриотическому воспитанию школьников. Создано 20 юноармейских отрядов, в которые входят ребята в возрасте от 9 до 14 лет. Суть данного мероприятия, на котором мы сейчас находимся, объяснить молодежи и юноармейцам тем, что мы всегда побеждали, Россия была всегда великой страной. Мы сами ведем военно-патриотическую жизнь и считаем, что каждый должен ею заниматься, так как мы будущее своей страны и армии, потому что вся ответственность вскоре будет лежать на нас, и мы должны защищать и охранять свою Родину. Такие мероприятия очень важны на сегодняшний день, потому что каждый ученик, каждый человек Российской Федерации должен помнить о великих подвигах нашей страны. Цель Дней воинской славы – вызвать у подрастающего поколения интерес к истории России, к ее героям, выдающимся ученым и полководцам. Пример о подвигах, мужестве и любви к Родине наших предков – это огромный нравственный урок будущим поколениям. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».